друзья мои а сегодня мы с вами приготовим постный супчик вот такой постный гороховый суп котором нет мяса нет бульона здесь горох картошка и зажарка на растительном масле посмотрите гороха вы здесь практически не найдете он по этому рецепту разваривается он кто держит пост кто его соблюдает это очень тяжелый физический я бы сказала труд горячую пищу вы должны все время получать вот посмотрите вот такой супчик вы можете себе легко приготовить серым хлебом и пожалуйста ужин готов и вы и не голодные и соблюдаете традиции поста но самое главное мне кажется любовь ближнему и желание добра всем и каждому я вам всем желаю мира любви и добра ну и поехали готовить этот вкусный суп друзья мои что нам понадобится для приготовления вот такого постного горохового супчика растительное масло черный душистый молотый перец соль вот здесь три картофелины здесь 350 грамм а там у нас кастрюлька которой будет 2 литра воды вот смотрите здесь 10 ложек гороха обычного гороха который продается во всех магазинах вот такой на половинке раздельный сухой 1 морковка 2 средних луковички 2 зубчика вот такого чесночка небольшой пучочек укропа и петрушки сейчас я промою горох и поставлю его вариться а мы тем временем порежем наш картофель режу я его для горохового супа вот на такие маленькие кубики режем как обычно наборчик такими небольшими морковь будем натирать на терке укроп меленько порежем укроп здесь и петрушка немного нет свежей зелени из заморозки достанете нет заморозки купите сухой укроп везде продается а на зиму замораживайте иногда очень годится когда просто или забыл или что-то меня есть в заморозке я вас научу замораживать умная такая да я умею никто нет чеснок мы просто раздавим и мелко порежем что я хочу про заморозку сказать я все замораживаю у меня пол холодильника пол морозилки клубники клубника перетертой с сахаром у меня есть замороженные даже кабачки замороженная с морковью кубиками порезанный перец болгарский что-то у меня там еще есть заморозки я не сама не знаю зачем я это делаю осенью летом но все же делают и я делаю ну можно этот чеснок вот сюда в петрушку мы будем почти одновременно бросать в суп вот я не поленилась и сейчас я вам покажу вот смотрите в заморозке помидоры вот такие на пиццу вот так замораживаем укроп надо быстро показывать вот так замораживаем кабачки для рагу вот так замораживаем кабачки для может быть оладьи сделаю на днях вот так замораживаем здесь морковь вместе с этим болгарским перцем и вот еще быстро в морозилку иначе растает вот так замораживаем клубнику с сахаром вот в такие контейнеры и вот так замораживаем целую клубнику для украшения тортов и так просто вот такая деревянная похвасталась оцените напишите вот заняться нечем было летом так лирическое отступление закончилось поехали готовить постный суп смотрите в холодную воду 2 литра в кастрюле насыпаем обычный горох вот такой из супермаркета и дайте закипеть вот на 2 литра воды я специально посчитала 11 10 11 ложек гороха сухого сейчас вот он закипает я эту пенку снимаю варим в течение получаса 30 минут у меня кипит вот посмотрите как горох раскрылся и ничего я не делала в холодную воду закипел и непрерывно варится сейчас буду бросать картошку высыпаем нашу картошку как только картошечка закипела солим вот я пока чайную ложку переводим на такой средний огонь пусть варится картошечка берем растительное масло и выливаем вот прям на ложке 4 а что у нас там постный суп если еще там масло не будет то зачем нам эта вода с луком нагревается сюда сразу же опускаем лучок обжариваем до золотистого цвета ну в принципе зажарка она и есть зажарка но некоторые просят готовить подробно вот готовлю подробно а кто знает как это делать повторение мать учения теперь с морковочкой обжарим больше в зажарке ничего не будет морковка должна поменять цвет смягчиться обжарится вот морковка смягчилась поменяла цвет не надо ее сильно обжаривать никакой нет необходимости она от этого вкуснее не станет вы когда зажарку делаете и вот когда картошку бросили обязательно мешайте горох это такая вредная история у меня петрович любит когда я туда залезу вот то чем картошку толкут и немножечко помну но я не люблю а так как суп я готовлю я и победила пусть мнет себе вилочкой в тарелке простая арифметика на соль сами пробуйте вот это любимый суп моего петровича он не любит бульон не любит чтоб там мясо плавало вот это для него идеальный суп на воде гороховый простой суп вот сейчас сюда сюда капельки я жадина зажарку сейчас дам покипеть минуты три крышечкой закрою и пусть покипит минуты три на слабом огне ну что друзья мои вот такой супчик гороховый на воде с растительным маслом у нас получается сейчас мы сюда бросим чесночок нашу зеленушечку все хорошо проявляется картина маслом посмотрите а еще сюда для вкуса я добавлю совсем немножечко вот прям на кончике ложечки черный молотый душистый перчик а вы можете бросить лавровый лист но я как пахнет люблю а никуда не люблю его уложить вот прям я его не люблю вы можете но посмотрите вот такой густой и это все вкусно сейчас я закрою и через минуту можно наливать а а вы не забывайте подписаться на мой канал всем пока и приятного аппетита